Дай почитать Добрый день! Это программа «Дай почитать» и я ее ведущий Борис Павлович. Я художественный руководитель театра «Наспаска», но здесь на радио я говорю о книгах. Издательство «Астрель» продолжает осваивать полный каталог величайшего мыслителя современности – Умберто Эко. Перед нами сборник статей двухтысячных под общим названием «Полный назад». Переведен он, как всегда, верным русским оруженосцем Эко – Еленой Костюкович. Это не первая книга итальянского метра, к которой я обращаюсь в нашей программе, и, дай бог ему здоровья, надеюсь, не последняя. Творчество Эко по-ренессансному разнообразно и при этом старомодно глубоко, так что возвращение к одному автору – отнюдь не повторение пройденного. В данном случае маститый постмодернист, спец по игре в бисер и комбинированию культурных кодов неожиданно предстает перед нами как прямой публицист, способный на ясные и в этой своей ясности крайне провокационные формулировки. Но в самом деле писатели должны не только прогуливаться. Итак, «Полный назад» – название красноречиво говорит о сомнениях Эко в том, что история может двинуться куда-то, кроме любимого ею дремучего средневековья. Он начинает книгу с изящного разбора изобретений последнего времени, от тотально захватывающего телевидения с прямым эфиром, которое вынуждало зрителей прилипляться к экранам, боясь пропустить что-то интересное, к управляемому видео на кассетах и DVD. А теперь, наконец, и к интернету, где в социальных сетях гуляют в первую очередь статичные картинки. А теперь еще заново придумали книгу электронную. «Я шутил», – пишет Эко, – «что скоро придумают снова такую коробочку, на которой надо будет крутить ручку, а из нее будет раздаваться разная музыка. И тут на тебе Стив Джобс изобретает айпод и как раз с круглым колесиком». Но главная тема, занимающая Эко, – это тотальная война между Западом и Востоком, которая развернулась по всему миру, тоже своего рода повторение пройденного. Эко даже создает свою типологию войн – праправойну, в которой все понятно, наши рубятся с не нашими, все готовы нести потери во имя победы, у каждого своя территория и четкая линия фронта. Потом появляется холодная война, которая поддерживает видимость мира за счет непрерывных войн на периферии. И, наконец, в сентябре 2001 года развязывается нео-война. Война нового типа, когда СМИ оправдывают и одновременно обличают и наших, и ваших, когда враг едет с тобой в одном автобусе, а победа чисто физически невозможна, потому что неопределен сам предмет конфликта, он лежит в области глобальных идеологий. Даже заголовочки в этой замечательной книге наталкивают на размышления. «Воспоминания о моей фашистской юности». Чтобы воевать, нужна культура. Те, кто понимает Бен Ладена. Ну и, наконец, о плюсах и минусах смерти. Как предупреждает сам автор, его так часто упрекали в желании понравиться всем, что на этот раз он решил поднять знамя конструктивной несимпатичности. Мы понимаем, сеньор Эко, и это нам даже нравится. Итак, настоятельно рекомендую. Умберто Эко «Полный назад» издательство «Астрель» 2012 год. А с вами была программа «Дай почитать». Я ее ведущий Борис Павлович. И до новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать.